Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и в гостях у нас сегодня художественный руководитель театра «Киев Модерн Балет» Раду Поклетару. Раду, здравствуйте! Привет! У нас начинается фестиваль, фестиваль «Лето в стиле модерн». Этот фестиваль представляет, собственно, ваш коллектив, ваш театр. Почему фестиваль? У меня в первую очередь такой вопрос. Ведь, ну, чем отличается от обычной гастроли? Ну, вы знаете, в первую очередь тем, что он направлен на то, чтобы зритель мог увидеть весь спектр, весь срез нашего творчества за многие годы. То есть, именно разноплановость? Разноплановость, конечно. Потому что за эти шесть дней можно будет представить семь наименований. Это от самых первых спектаклей, с которыми дебютировал театр «Киев Модерн Балет» 9 лет тому назад. Это «Кармен Ти Ви», которая была показана в 2006 году, состоялась. Это премьера до самых последних премьер нашего театра, до «Женщин в временоре» и до спектакля «Долгий рождественский обед». Ну, я так понимаю, если действительно многие постановки уж любителям, любителям вашего творчества и, в принципе, любителям хореографии известны, то есть это и «Щелкунчик», и «Кармен Ти Ви», они были показаны в Одессе, то вот эти последние постановки, наверное, о них стоит рассказать сейчас подробнее, чтобы люди, которые собираются прийти, понимали, вот что выбрать, какие спектакли выбрать. Конечно, я понимаю, в идеале посетить все, но вот эти постановки, это в первую очередь, то есть это уже не переосмысленная классика, это ваше творчество. Давайте, наверное, начнем со спектакля «Двойный качелях». Что это за спектакль, чему посвящен? «Двойный качелях» — спектакль, который был создан по мотивам пьесы Уерима Гибсона «Двойный качелях», это пьеса, повествующая о двух людях, естественно, была поставлена неоднократно в драматическом спектакле, и это в драматическом театре. В том числе была очень известная постановка романа Виктюка с великой русской брюлиной Натальей Макаровой в главной роли. Я решил сделать свою версию, потому что тема насквозь хореографична, она эмоциональна, про встречу в судьбе двух людей, мужчина и женщина, и о их желании быть вместе, и о невозможности быть вместе. Звучит прекрасная музыка в исполнении Чевеллы Варгас, это латиноамериканская певица, и музыка Йоганна Себастьяна Баха «Скрипичная партита». Должно быть красиво. Должно быть эмоционально. Красиво не очень такое слово, которое меня устраивает, когда мы говорим про современную хореографию. Красиво должно быть в классическом балете. Эмоционально, трогательно. Экспросиво. Это заставляет думать, это про современную хореографию. И в этот же вечер будет тоже история двоих людей, это долгий рождественский ужин. Нет, в этот же вечер будет спектакль показан «In Pivo Veritas». А, то есть все-таки будет контраст. Да, контраст. «In Pivo Veritas» — это спектакль, который не такой философичный, не такой серьезный, не такой, может быть, угрюмо эмоциональный, но он при этом абсолютно летний. Во-первых, пиво — это летний напиток. И когда мы его создавали, мы его создавали, признаваясь в любви этому волшебному напитку пиву. Вы признавались в любви в хореографии, я так понимаю. Да, и он посвящен шуточное... Это название было переделано в латинское пословице «In Vino Veritas» в «In Pivo Veritas». Вот, и самый лучший комплимент, который я слышал, когда это зрители, выходящие после премьера этого спектакля в Киеве, говорили, сейчас бы надо пивка. Поэтому надеюсь, что будет то же самое у нас. Не будем воспринимать это как рекламу, но тем не менее, я так понимаю, что это интересно, и, ну, действительно, наверное, это будет контрастный по эмоциям вечер. Очень драйвово, очень драйвово. Это спектакль, синоним его, это драйв. И это будет 10-го числа, 11-го числа, тоже более такой философский вечер, я так понимаю. Да, это новая наша продукция совершенно, это самые последние наши спектакли. Первое в отделении будет показано «Женщины в реминории». Вы знаете, интересно, что «Женщины в реминории» были созданы мной когда-то на студентов, на одесских студентов артиста балета. Да, был то же самое, то же самое название. Та же самая музыка, Юган Себастьян Бах, реминорный концерт для клавира с оркестром, но это абсолютно новый балет. То есть, другой сюжет? Да, у меня сюжет даже, может быть, перекликается, но ни одного движения из старой постановки не было взято. И это второй раз в моей практике, когда я делаю то же самое наименование, на ту же самую музыку, на тот же самый концепт, но это абсолютно новый балет, оттуда я. А я так понимаю, именно в этом балете у вас мужчины исполняют женскую роль. Ну вот тоже известный, действительно, Валерий Михайловский. Он в свое время, ну, занял, скажем так, эту нишу? То есть, вы идете по стопам или идете своим путем? То есть, перекликается? Классический прикол балета Михайловского, кстати, который, это разбался уже, этот театр, к сожалению, вот, в том, что артисты балета танцуют классические партии, в пачках, в пуантах, делают пируэты, фуэты и все остальное. Нет, тут совершенно современная хореография. Там есть юмор, я надеюсь, юмор такая штука, нельзя говорить, я такой юморной, а потом раз, все говорят, боже, какая это нудотина. Вот, но мы улыбались, когда это ставили, и, на самом деле, просто, мне нужно было очень много женщин на сцене. А в театре Киев, в Киев Модерный Болец всего 22 артиста, и поэтому все мальчики переоделись с девочек и стали девочками, все. Только, только, только из-за этого. Выиграл от этого постановка? Мне кажется, да, они такие колоритные тетки. Ну, и даже физически, я так понимаю, они сильнее, чем женщины, иногда в хореографии это перетягивает. Это работает, да, это работает. История про, история про несуществующую, на мой взгляд, женскую дружбу. Вот, ну, можно с вами не соглашаться, тем не менее, произведение создано, придите, посмотрите, я потом посмотрю. Ну, а второй спектакль? Второй спектакль, ну, это мой любимый спектакль, потому что он последний. Я всегда люблю, больше всего, именно последний свой опуск, потому что, ну, как самым, ну, как самым, младший ребенок. Младший ребенок, это вот хочется побаловать. Долгий российский балет, это спектакль, который сделан по сюжету, по мотивам очень известной пьесы, одноименной Торнтона Уальдера. Она очень популярна вообще в драматическом театре, ее очень много ставят. Она настолько популярна, что это уже считается плохим тоном ставить, заезженное, да. Но, но, мы это говорим про драматический театр. В балете никто в жизни не ставил эту пьесу, потому что, если я сейчас опишу про что, понятно, что это не слишком балетный сюжет. То есть нет ярко выраженной love story и семья, которая проводит 90 лет за обеденным столом. Они празднуют Рождество. Индейка, служанка, семья. Поколения проходят, индейка неизменно с служанкой. Они любят друг друга, они рожают детей, дети вырастают, приводят своих жен мужей в дом, рожают детей, приводят мужей в дом. И так проходит 90 лет бесцельно. То есть ничего, кроме поедания индейки в этой жизни, этой семьи не происходит. И спустя 90 лет история стирает ластиком эту семью, как несуществующую. Остается только вечная служанка, как символ жизни и смерти. Она приносит на сцену детей, и она же провожает всех в смерть. Я так понимаю, вообще философские такие сюжеты сейчас, скажем так, стали популярны. Вообще, вот как вам удается, скажем так, как вы считаете, в вашем творчестве вы формируете вкусы публики? Или скорее все-таки вы отвечаете на запросы публики? То есть вот эти философские сюжеты, эти философские спектакли, это какой-то определенный запрос в обществе? Или просто вам хочется так творить, вам хочется об этом говорить? Ну, честно признаюсь, что я должен загореться сам. То есть в первую очередь мне надо сделать приятно себе любимому. Вот, и мне должно сильно понравиться. А если потом нравятся публики, то это счастье. А если, ну, мы понимаем, что есть вот современные, современные спектакли, то есть вот эти новые идеи, которые вы реализуете, если их сравнивать с вашими, ну, скажем так, интерпретациями классических, классических произведений, то есть что интереснее или сложно сравнивать? Это две, 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 это вот, две, два направления, по которым двигается театр. Это, можно сказать, ремейки классических сюжетов. Модерны, постмодерны. Нет, это ремейки классических сюжетов, востребованные, бестселлеры, хорошо продающиеся и так далее. То есть все-таки идут люди на бренд, да? И опять же, опять же, опять же, нет, можно сказать, что это вот, что люди так же идут прекрасно на авторские наименования, которых нету, нету аналогов, например, прекрасно понимают люди, что вот они вот, если не придут на двое на качелях и на НПО «Веритас», то никакой другой театр им не предложит те же самые названия. То есть публика ищет? Конечно, публика разная, и мне кажется, она имеет право выбирать. На сегодняшний день, как вы считаете, вообще интерес к хореографии, насколько расширяется и благодаря чему? Вы знаете, я могу сказать, что мое долгое сотрудничество с телеканалом СТБ в плане моей работы как члена жюри шоу «Та танцует сейка» и как хореографу, оно пошло на пользу нашему театру, честно, потому что люди, которые приходят на мое имя, увидев меня в телеке, они попадают в театр на серьезную современную хореографию, это не телевизионное шоу. И они часто остаются сами или приводят своих друзей, близких, детей, родителей и так далее. То есть они растут своим вкусом? Конечно, конечно, потому что это абсолютно взаимовыгодное паразитирование. То есть телевизионные шоу, они популяризируют танец. В свое время, по-моему, так было с фигурным катанием, когда очень много было популярных спортсменов. И в свое время фигурное катание стало, ну, скажем так, одним из распространенных видов спорта для детей. Как вы считаете, много ли сейчас детей благодаря этому увлекаются? Очень много людей танцуют, и не только детей. Могу сказать, что если сравнивать с тем, что было лет 10 тому назад, сейчас все залы, зальчики, коридоры, фойе, театры, где мы находимся, Киевский муниципальный академический театр оперы и балета, мы являемся частью этой труппы, они все заполнены группами по танцу. И это хорошо. И это замечательно, потому что иначе эти люди там все дома пьют пиво на диване, сидя около телека, или курят, подростки курят там в арке на подоле, либо дети там сидят за компьютером и как маньяки играют. Да, это все прекрасное сочетание, причем это и спорт, и искусство. Танец полезен в любых количествах. А немножечко тогда, наверное, традиционный стандартный вопрос о новых проектах. Вы сейчас привезли последние спектакли, но ведь ничто не стоит на месте. Я понимаю, где-то идут дуры подготовки. Я ужасно такой опасливый человек. Я никогда не говорю про будущие проекты, пока они... Чего хочется тогда? Хочется много творчества, хочется, чтобы артисты были здоровые, потому что балет — это искусство, травма опасная. И, к сожалению, хочешь ты того или нет, все равно ты являешься заложником своего тела. И если тело нездорово, тогда ни о том творчестве не может идти и речь. Хочу здоровья своих артистов, хочу себе ясного разума и творческой потенции, чтобы это все работало дальше. Что вдохновляет? Я понимаю, что все равно для каждого проекта нужна, наверное, какая-то идея, которая... Вдохновлялки разные бывают совершенно. Вдохновлялки бывают музыка, вдохновлялки бывают сюжет, может быть, произведение какое-то драматургическое, как вот мы только что говорили про «Двое на качелях» или про «Долгий родительский обед». Может быть, артист, которому хочешь что-то сделать. Очень люблю, когда появляются заказы. Заказ – это великая штука. Да? Да. И, навязательно, напоследок тогда напомним все-таки о программе. Программе фестиваля. То есть у нас начинается все с постановок «Щелкунчика». Они уже знакомые нашему зрителю, заканчиваются «Лебединым озером». Вот в какой день, когда, что люди увидят. Ой, вы так хотите, чтобы меня проверили, что я помню? Конечно, не помню. Седьмого и... Седьмого и восьмого – это «Щелкунчик». Девятого числа у нас спектакль «Двойный качелях» и «Инпива Веритес». Десятого – это «Долгий рождественский обед» и «Женщины в Роминоре». И кода, кода, финал – это «Лебединое озеро». Абсолютно авторская версия. Самая лучшая музыка Чайковского сохранена. Но сюжет, сюжет. Изумительный костюм Анны Ипатьевой. Сюжет абсолютно переделан. Но оставлены все действующие лица, которые были в первоначальном варианте. Есть и Зигфрид, есть и Ротбард, есть Адетта, Адилия. Все эти персонажи существуют, но они исполняют совершенно другие функции. И это такой лихо закрученный сюжет про то, как тяжело проживать жизнь не в своей шкуре. И это будет, безусловно, интересно. Я желаю вам удачи. Я уверена, что одесская публика тепло примет гастроли «Киевмодернбалета». Тем более, это уже не первый раз тепло принимает. А вам удачи, творческих успехов и всего того, о чем вы сказали. Главное, здоровья. Да, здоровья. И чтобы вдохновляло вещей побольше. Благодарю за то, что нашли время, чтобы прийти в студию. Напомню, что в гостях у нас был художественный руководитель театра «Киевмодернбалет» Раду Паклетару. Раду Паклетару